Всем привет! Меня зовут Ирина, вы на канале репортажа моей жизни. Я в томатной теплице обещала одной из своих подписчиц, это Галина, канал Галина Нашу Жизни СНТ, обещала ей найти название томатов, которые у меня уже поспели в тепличке и оказались очень-очень вкусными. Вкусными и сладкими. Галочка, как и обещала, смотри. Вот эти вот томаты у меня поспели самыми первыми. Они небольшие, растут красивыми гроздьями. Вон там еще, где? Вот они, красивушные. Итак, сорт этот называется лапочка. Устойчив к большинству заболеваний. Ну вот пишут, что высота растения 90 сантиметров, да, в закрытом грунте. Но вот я метр шестьдесят, и теплица высотой трехметровая, да, вот почти до самого потолка. Не знаю. У меня все низкорослые помидоры растут до потолка. Я не знаю почему. Так, и вот этот вот сорт, вот он тоже у меня поспел рано. Это сорт императорская слабость. Вот. Все это семена магазина партнер. С утра ходила на рынок специально за косточками. Это баранья шейка. 550 рублей за килограмм. Из нее сегодня сварю супчик. И еще на суп взяла вот такую вот говяжью голяшку. И девочки, девочки, вот такие вот говяжьи кости. 150 рублей за килограмм. Варите часов 6-12 и получаете натуральный, полезнейший для организма галоген в виде бульона. Повторюсь, за 150 рублей. И еще не удержалась. Купила пакет пряников. Посмотрите, какие они красивейшие. Во! Не знаю, то ли груша, то ли абрикос нарисован. Смотрите, какие красивые. Ну, надеюсь, что будут вкусные. Варю пюрешку. И в пюрешку вот такую вот пережарку из лука. Получается вот такая вот вкуснота. А вот эта вот красивая пережарка пойдет в супчик. Владимир Анатольевич заправляет квас. Вот, слил 12 литров. Заметьте, всего лишь за 100 рублей. Буханка черного хлеба 40 рублей. И 60 рублей килограмм сахара. Заметьте, квас у нас настаивается без осадка и без закваски. Потому что Володя все процеживает. Продолжаются ремонтные работы по замене блоков в канаву. Как я уже говорила, их Володе пришлось перезаливать из-за плохого цемента. Вот эти прям сыпятся, да? Вон они. Цемент из Петровича. Налетели мы с тобой с цементом. Ну и туда, со мной. Сколько трудов потрачено. Вот такой плохой цемент нам попался. Простояло два года и началось все рассыпаться. Убираю в заморозку черную смородину. У меня в этом году ее совсем-совсем немного. Урожай только с одного куста. А вечером мои старшеньки решили съездить на рыбалку. Ну и я с ними увязалась. Так, сейчас будем проезжать и под ром, и конюшни. Здесь иногда устраивают показательные выступления. Вон какие загоны для лошадей. Только их что-то сегодня не видать. Наверное, гуляют где-нибудь на другом поле. И вообще, я вам хочу сказать, что у нас очень красивые места. Есть куда съездить, есть на что посмотреть. Место, куда мы приехали, это река Волга. Пляж называется Жемчужный. Правда, порыбачить нам не удалось, потому что, как вы видите, сегодня здесь отдыхает и купается очень много народу. Сын Сергей, старшенький, тоже искупался. Но мы с Элиной не рискнули. Да и купальников с собой не взяли. Ехали-то мы ведь на рыбалку, а не купаться. Я только вот походила по бережку, помочила ножки. Ребятишки маленькие купаются, им хоть бы что. А для меня вода нет. Для меня вода холодновато здесь. Ребята, это вода холодновато. Посидели на бережку, погрелись на солнышке, полюбовались матушкой Волгой и, счастливые и довольные, поехали домой. А на обратном пути мы поехали через деревню Свердлова, специально, чтобы остановиться около вот этого храма и полюбоваться им. Храм стоит на берегу реки Волга, называется он Белый храм над рекой. Очень красивое место, вот от храма к реке идет тропинка. Пошли прогуляемся. А это что, пристань была, что ли? А что это такое за? Что это? А, это пирс. Что, туда дальше пройдем? Не знаю. Да, посмотрим. Вот до того хотя бы дойдем, посмотрим, что за него. Пойдем посмотрим. Отлюбоваться в Волгой, да? Вот это. Да, он поняла. Я не знаю. О, присаживайся. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, это, наверное, местные. Домики на берегу стоят. Лодки в кустах попрятаны. Ой, красотища. Ну, слушай, а вот этот вот причал к каждому дому, что ли, или что, я не понимаю? У каждого свой? Пирсы вот эти вот. Пирсы вот эти. У каждого свой, получается, да? Да, да. Вот там дома в деревьях. Мы уж туда не пойдем. Наверное, частная территория. Нет, я понимаю, там дорога. Где дорога? А, там дорога. Вон люди ходят. Идем дальше. Попробуем. А, берега? Да. Интересно, это жилой дом, вот настоящий жилой дом? Или это просто дача? На дачу не похоже, да? Вот тоже улочка какая-то. Потому что, посмотрим, дорогу. Да нет, Сереж, не надо на машине. Там дальше еще подъезд. Так это свергло, получается, да? Вот он, берега, смотри. Снимаю я тут хожу, понимаешь ли. Это какая. Домики богатейшие, я вам хочу сказать. И прям как это, такая, как царская усадьба. За забором. Ну что ж, друзья. Вот такой шикарнейший репортаж у меня для вас получился. Всем пока. До новых встреч.